Меня зовут Кузёма Елизавета. Мы сегодня в 12 часов ночи приехали в Таруса, дом отдыха Серебряный Бор, коттедж. Мы заселились в коттедж номер 8. Приехали с друзьями отдыхать. Сидели абсолютно спокойно. Нас было 10 человек. Из них 5 девушек, 5 парней получается. 4 девушки ушли спать. Это было около 4 утра, 4.30. Я осталась ещё с парнями. И со стороны дороги я увидела, как бегут 8 человек. Очень пьяных и возбуждённых. Они бежали к нам. Я испугалась и побежала к соседнему коттеджу. Эти люди, когда подбегали, говорили о том, что у них была какая-то разборка у одного из мужчин из этих восьмерых, которого кто-то избил или была драка. И они решили, что это мы. Когда парни начали объяснять, что это не мы, они начали бить, причём без предупреждения сразу же. Я видела это всё со стороны. Это длилось, мне кажется, минут 10-15. То есть это было... Били ногами, руками биты. Очень жёстко. Потом некоторые из них поднялись в коттедж. Там что-то посмотрели, разбудили девушек. Одна из них вышла. У неё начали проверять телефоны. В смысле? Ну да, она вышла. Кто начал? Один из пацанов, один из тех людей, который нападал, начал её проверять, чтобы не было телефона, чтобы она это не снимала. После этого я увидела, как машину, Volkswagen Minivan, на котором приехали эти люди, я думаю. Когда я хотела пойти к охране, я увидела, что один ещё человек контролировал периметр, такой довольно-таки накачанный качок в перчатках. Он здесь бегал около коттеджа и контролировал ситуацию, чтобы никакие другие люди не подошли. После того, как избили наших парней, начали уезжать на эти Minivan, они уехали. После этого мы вызвали милицию, милиция приехала. С милиции был один из нападающих, мужчина в теле, который утверждал, что он здесь живёт в соседнем коттедже, и он живёт в семьёй, ну, в семьёй приехал, он вообще про эту историю ничего не знает. Minivan стоял с ним рядом, то есть полиция вообще не обратила на это внимания. Я думаю, что этот человек работает в полиции, потому что он отвёл полицейского и что-то шепнул ему на ухо. Вот, полиция вообще не проявила никаких действий. После этого мы пошли к охране, мы с молодым человеком, с парнем пошли к охране, и около охраны я видела ещё двух людей, которые нас, ну, избивали. Один нерусский высокий и другой... Они рядом с охраной были? Да, они с охраной были, которые такой худощавый, высокий славянской внешности. Молодой человек был просто в ноль пьяный. Он сидел вот так вот, то есть нерусский, кавказ, ну, не знаю, какой-то армян, может быть, пытался его поднять. И они спокойно ушли через охрану. У них были порваты майки, рубашки, руки все в крови. Они спокойно ушли через охрану. Охрана им открыла ворота, не помешала ничего. И полиция при этом не захотела ни ехать, ни задерживать этих людей, ничего, в общем, не проявила никакие действия. И, кроме того, что начал нас опрашивать, и все. А когда это произошло примерно? Это началось все в 4, в 4.30. То есть еще рассвет начинался. И закончилось это, ну, сейчас, в 15.06, по-моему, было, когда полиция начала опрашиваться. У одного мальчика сломана челюсть, разбит нос, ребра, то есть очень много крови, кровь везде, и в коттедже, и на беседке. У остальных парней тоже разбиты носы, скорее всего, сотрясение, и ребра поломни, потому что все синие. Было очень страшно. В Тарусу лучше не приезжать. Скорее всего, здесь. Я считаю, что это люди не только знают полицию, но и охрана их тоже знает. То есть это местные, либо какие-то авторитеты. Просто пейс.